Вычислили, есть такой центр. Они могут что-то сделать? Могут его закрыть, ликвидировать? Или все-таки у нас нет таких механизмов, как с этим бороться? Ну, механизмы есть. То есть, если мы доказываем, ну, не мы, как лаборатория Касперского, а в принципе, как пользователь доказываем, что какая-то фирма, какой-то провайдер, скажем, нанес мне определенный вред, то я наверняка могу добиться закрытия этого ресурса. Прецеденты были? Ну, пока не было. Пока не было. Я, во всяком случае, не знаю. А скажите, вот перед выборами, которые недавно у нас прошли в Латвии парламентскими, многие жаловались на то, что на их почтовые ящики приходила рассылка с рекламой кандидатов. И я сам получал неоднократно, вот, там, голосуй за того-то или голосуй за того-то. Вот это что было? Это нормальная такая реклама? Или это все-таки то, на что можно было бы пожаловаться? Ну, не знаю. Но если вам бросают в почтовый ящик такую листовку, ну, вы не можете пожаловаться. Вы сразу открываете его, и в мусорный бак, и все. С другой стороны, когда ящик забивается спамом, вот, я могу что-то сделать, кроме того, что фильтр, может, какой-то поставить? Ну, если вы можете доказать, что вам пришло там миллион листовок, и ваш последневный бизнес понес ущерб, и вы можете это как-то документально доказать, то я думаю, что, конечно, это можно сделать. Ну, то есть, получается, что пользователь все равно беззащитен перед спамом, и по большому счету ничего он сделать не может. Потому что понятно, что миллион листовок, наверное, не придет, а вот те ежедневные 20-30 писем, какого-то там, скажем, которые мне не нужны абсолютно с рекламой кандидатов или средств, я не могу ничего с этим сделать. Нет, ну, опять-таки, я думаю, что если пользователь установил какую-то программу защиты, какой-то веб-фильтр, который следит за содержанием этих почтовых сообщений, то можно отфильтровать хорошую долю этих ненужных писем. То есть, у нас все равно идет борьба с последствиями, а не с причинами. С причинами такой борьбы массированной не ведется, да? Ну, да, опять-таки, я хочу сказать то, что мы, как компания, которая создает средства борьбы с этим, да, мы не боремся, конечно, мы не правоохранительный орган, мы не можем бороться там с преступностью, мы просто боремся с последствиями, пытаясь облегчить жизнь пользователям компьютеров. Создатель лаборатории Касперского, Евгений Касперский, который бывал в Риге, однажды заявил о том, что уже в ближайшем будущем фирмы, которые занимаются борьбой с вирусами, борьбой с хакерами, они эту войну проиграют. Вот как вы считаете, поддерживаете его мнение по этому поводу? То есть, все равно, сколько бы ни создавалось антивирусных компаний, тогда вот этот поток остановить не удастся. Это такая пессимистичная оценка. Ну, я не думаю, что он хотел сказать так пессимистично, что мы проиграем. Он даже сказал, даже, по-моему, вот этот мир ждет коллапс виртуальный. Нет, но то, что мир, виртуальный мир, цифровой мир очень загрязнен, это факты, это мы видим каждый день. То, что борьба с вирусами, это, в принципе, такая гонка вооружения. Мы пытаемся сделать броню покрепче, а, скажем, те, которые находятся на другой стороне, они пытаются сделать снаряд посильнее. И это такая гонка каждый день. Это вечная война. Ну, это вечная война, да. Пока будет возможность заработать деньги в сети или там сделать другие вещи в сети. То есть, мы в последнее время уже видим, что с появлением последнего такого большого, большой угрозы, с таксных, может быть, слышали ваши зрители, который, в принципе, не ворует конфиденциальной информации, который не ворует деньги. Это направлено на перенятие управлением больших производственных систем. То есть, как это действует, если в двух словах? Человек запускает эту программу, и что? Он может дистанционно управлять, допустим, диспетчерской службой аэропорта? Да, да, да. Процессом производства автомашин или блокировкой сигнализации железной дороги и так далее. Может, уже какие-то случаи были, когда этот вирус запускался в мире, у нас? Ну, он запускался. Были атаки на Иран. Мы знаем, наши аналитики там исследовали и знаем, что были... Удачные? Ну, пока никаких плохих последствий не было. То есть, он был своевременно обнаружен. Но то, как он был сделан, говорит о том, что это делали профессионалы очень высокого уровня. А известно, может, из какой страны эти специалисты? Ну, пока неизвестно. То есть, это пока Штайна за семью печати? Ну, мы не знаем. Да, даже не то, что не хотим огласить, мы просто не знаем. А для Латвии актуальны хакерские атаки, скажем, извне? Вот пытаются как-то на нас взламывать банки, системы? Я знаю, вот президентскую страницу ломали. Ну, это, наверное, мелочь, конечно. Ну, это да, мелочь. Это опять-таки, ну, такие одиночные случаи, я думаю, когда действительно кто-то там из каких-то политических побуждений или там из каких-то других личных, не знаю, неприязни пытается сделать какую-то, ну, скажем так, пакость. Но те преступники, которые работают уже в организованных группах, они это уже хорошо налаженный бизнес. И там идет в ход такие вещи, как социальная инженерия. Там играется на трех таких основных двигающих сил человека, на страхе, на азарте, на любопытстве. Мы подбрасываем какую-то информацию, и либо там человек боится, либо действительно интересно посмотреть. То есть там целый комплекс мер какой-то принимается со стороны кибер. Можно сказать, там целая наука уже разработана. Вот в Эстонии после знаменитой бронзовой ночи, когда власти решили перенести памятник бронзовому солдату, это вызвало большой резонанс, эстонские власти говорили о беспрецедентной хакерской атаке со стороны Востока, которая была извне. Вот после этого там были усилены меры кибербезопасности. Для нас Латвия сталкивалась с какими-то такими массированными атаками, хакерскими атаками из других стран. Были у нас такие случаи, или пока только единичные? Пока единичные, мы таких больших случаев не знаем. В большинстве случаев, что у нас в Латвии было, то та же утечка информации с налоговой инспекцией. Там, наверное, были какие-то просто опять-таки недоработки. Ну, это уже такие... Ну, сложно их назвать такими хакерскими атаками. Я думаю, что по Эстонии тоже это было понятно, что это как знак протеста. Ну, ничего такого. Я думаю, что это было собрано просто на 5 минут, чтобы это все сделать. Сделать такой знак протеста. И все это непланированная, неорганизованная атака была. А как вы считаете, вот, кстати, вы затронули тему СГД, похищение 7,5 миллионов документов Илмаром Пойконсом, более известным как Хакернео. Вот как вы считаете, его надо судить? Вот, по идее, ничего же человек не взламывал. Просто нашел дырку в системе и выкачал оттуда. Вот это было преступление, на ваш взгляд? Или это все-таки указанное о недостатке системы? Ну, это очень сложный вопрос, конечно. Я не юрист, не смогу сказать там все тонкости. Я много слушал тоже вот эти интервью, разговоры вокруг этого дела. И, ну, очень сложно, конечно. А с технологической точки зрения это что было? Ну, вот, можно это сказать, что это была какая-то хакерская атака? Ну, по идее, это было использование каких-то недоработок системы, конечно, да. Если, одно дело, если это было очевидно, и там, скажем, ну, какая-то кнопка, где можно нажать, и эти данные посыпались, ну, опять-таки, что делать там? Пойти в полицию и сказать, что вот такое дело, и пойти в налоговую инспекцию и сказать. Ну, сложно сказать, это такой, ну, непростой вопрос. Вот в нашем разговоре Вы указали, что психология хакеров меняется, как я понял из Вашего разговора, что сейчас они больше нацелены на зарабатывание денег, чем раньше, когда им хотелось что-то доказать миру. А если вот так в двух словах охарактеризовать современного хакера, это кто? Это уже предприниматель конкретно, или это все-таки еще какой-то молодой человек с амбициями и желанием заявить о себе миру? Ну, я думаю, что это человек, который ищет применение себе, своих знаний, своих умений. И, конечно, сейчас, скажем, впоследствии так называемых жирных лет, да, все хотят иметь... Феррари после два года, после вуза он вышел, очень подкованный молодой человек, и он видит, что там сосед едет на Феррари, он тоже хочет, и он ищет варианты легальные или менее легальные заработать эти деньги. То есть хакер – это все-таки человек, в первую очередь, так, по-моему, получается, который заинтересован в каких-то материальных благах. Это не идеалисты в основном. Ну, я не думаю, что это такая характерная черта хакера. Это, наверное, все-таки последствия нашего материального общества в целом. Все хотят жить лучше, чем, скажем, сосед, да, ну, например. И просто это такое нормальное стремление видеть, что происходит вокруг, что все это доступно, что все можно купить, потрогать, только мне нужно немножко более ресурсов денежных. А в Латвии, вообще, если говорить о Латвии, как Вы считаете, у нас много хакеров, и много ли хакеров такого, скажем так, мирового уровня, ну, которые способны на какие-то взломы крупных систем, ну, скажем, вот пресловутый пример – это Пентагон. Для хакеров, как я понимаю, это некое соревнование. Много у нас таких людей? Есть ли они вообще? Ну, я не могу сказать, что есть много. Я просто знаю очень хороших, нормальных ребят, которые вот сейчас заканчивают или уже закончили университеты, да, которые там собираются в течение, там, пару лет написать докторскую диссертацию в области математики, прикладной математики и программирования, да, то есть хорошие, умные ребята живут здесь в Латвии, они учатся в латвийских университетах, и, то есть, я знаю, что они не занимаются этим, но просто я знаю, что потенциал у нас умных людей у нас хватает. Давайте вернемся к теме простых пользователей. Вот сейчас, вот конкретно 2010 год, октябрь, что наиболее актуально с точки зрения вирусов, чего следует опасаться простым пользователям? Если брать в целом, то в обществе, если так поговорить с тем или с другим человеком, который не связан с этими вопросами напрямую, но просто пользуется компьютером, то в разговоре все говорят, да, у меня антивирус такой-то компании или такой-то, или там бесплатный или такой, да. На данный момент нужно помнить то, что все компьютеры, они подключены к сети, да, и просто, вот если брать по определению, по названию, антивируса уже мало. Теперь уже мы работаем с интернетом почти целый день, каждый день, да, то есть, нам нужно уже ставить... Да, он не выключается. Он, ну, да, нам нужно ставить какой-то фильтр уже на интернет, то есть, нам нужно более такие сложные, комплексные программные обеспечения, которые следят за тем, что происходит с моим компьютером, когда он работает в сети, да, то есть... А что это за программа? Что они отслеживают? Ну, они отслеживают какие-то, скажем, это программное обеспечение хранит в себе или имеет проактивные средства обнаруживания угроз. То есть, эта угроза еще не случилась, но просто система следит за тем, как та или иная программа или какой-то там участок кода себя ведет в моем компьютере. То есть, если это, например, проигрыватель фильмов, и он тут начинает что-то отправлять в сети непонятное, на какие-то там конкретные адреса, да, то понятно, что проигрывателю фильмов это не особенно-то нужно делать. То есть, ну, это как пример опять-таки... То есть, он отслеживает работу всех программ, которые внутри компьютера, да? Да, это уже называется проактивной защитой, когда мы смотрим, что вот эта программка у меня будет делать, да, и что она делает. И тогда мы уже, скажем, выявляем какое-то предупреждение пользователя, что вот эта программа хочет там подключиться к тому-то там ресурсу или там сделать то-то, то-то, да. И тогда мы уже имеем право либо там назначить, что она действительно вредоносна, если мы знаем, что нам не нужно это, да. И мы просто сами уже помогаем бороться с этими вредоносными программами. Вот сейчас много пишут достаточно о том, что вирусы, в частности, называют Троян, как самый такой распространенный сейчас, могут похитить пароли от интернет-банка и снять все ваши деньги и так далее. Насколько вот этот вот разговор об этом обоснован, насколько действительно нужно опасаться за свои какие-то счета? Ну, немножко опасаться, конечно, нужно, потому что 100% мы не знаем. Если говорим насчет использования интернет-банков, где мы пользуемся калькулятором кодов, то и видим, что тоже, может быть, не каждый пользователь заметил, что есть такое подключение, которое называется Secure Connection, то есть безопасное подключение к странице интернет-банка. И тогда мы, в принципе, работаем по шифрированному каналу, где украсть эту информацию очень сложно. И мы знаем, что этот код каждый раз другой. То есть пресса немножко преувеличивает угрозу? Ну, насчет интернет-банков, я думаю, что может быть, хотя осторожность никогда не бывает много. Здесь немножко другая ситуация с кредитными карточками, когда мы просто что-то хотим купить, и мы передаем через интернет свой номер карточки, плюс еще вот этот трехзначный номер, который на оборотной стороне. Тогда, если какой-то злодей получает вот эту информацию, то есть он имеет все, чтобы покупать в интернете на ваш счет что угодно. Ну, что позволяет лимит, конечно. Ну, к сожалению, время наше подходит к концу. Спасибо вам большое, что пришли, и будем, конечно, внимательно следить за компьютерами, чтобы ничего у нас не украли.